На общественных пространствах кипят работы по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В парке «Молодежный» преображается входная группа. Идет бетонирование фундамента под входную арку. На Воронежских озерах ведется устройство автополива газонов, пишет телеграм-канал Департамента городского хозяйства. Мошенники используют школьников и студентов в качестве дропперов, подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляют аферистам свои счета для транзита или обналичивания похищенных денег. Соглашаясь на такую подработку, подростки и молодые люди чаще всего не подозревают, что сами становятся преступниками. Иногда дроппером можно оказаться совершенно случайно, например, если у вас украли учетную запись от электронного кошелька, сообщает телеграм-канал Красноглинского района. С 15 по 21 июля в России проводится неделя сохранения здоровья головного мозга. Телеграм-канал Кировского района публикует перечень активного досуга, который позитивно влияет на работу мозга. Гимнастика способствует улучшению кровообращения всего организма и усиливает питание мозга. Плавание – это один из самых безопасных видов физической нагрузки, благотворно влияющих на работу мозга. Дыхательная гимнастика, которую можно выполнять дома, в школе, во время отдыха, снабжает мозг кислородом, улучшает память. Езда на велосипеде – это и кардионагрузка, и времяпровождение на свежем воздухе, укрепляет сосуды, улучшает работу сердца. Для здоровья мозга важно сохранять высокий уровень физической и умственной активности, следить за артериальным давлением и своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. 10 августа в Самарской области пройдет День физкультурника. Спортивные мероприятия будут организованы во всех городах и районах. Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре. В 8 утра на Первомайском спуске – зарядка с чемпионом. В 10 на спуске Площади Славы – турнир «Оранжевый мяч». В 17 часов – начало основной программы. На главной сцене – чествование спортсменов, тренеров и работников отрасли. А в 19 часов на спуске Площади Славы – открытие ночного забега «Огни Самары». Информирует телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской.